Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку. Произошло это после значительного общественного резонанса относительно ее решения о помиловании мужчины, осужденного по делу о сексуальном насилии в детдоме. Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствии обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей – это наш общий долг. Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита папы Римского. Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Сам директор был приговорен к восьми годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками с 2004 по 2016 год. Ну и понеслась. Оппозиционные партии Венгрии после этого потребовали отставки Новак. К тому же накануне по меньшей мере тысячи человек вышло на протест в Будапеште, требуя отставки Новак из-за ее решения. После оглашения своего вердикта Новак также добавила, что как венгерка ожидает от нового президента, что он не будет делать ошибок, а если сделает, то возьмет на себя ответственность, даже уйдя в отставку с должности. Я прошу прощения у тех, кого я обидела, и у всех жертв, которые, возможно, почувствовали, что я не поддержала их. Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания срока ее полномочий. Казалось бы, все просто и понятно, но какие последствия могут быть после этого в контексте полномасштабной войны России против Украины? По факту отставка Каталин Новак существенно ничего не изменит, так как Венгрия, согласно конституционному устрою является парламентской республикой. Должность президента в ней является не то чтобы номинальной, но, скажем так, не той, которая определяет политику государства. Как и не менялось до этого, Новак имеет крепкие и долговременные связи в первую очередь с партией Орбана. Каталина Новак это выдвиженка партии Орбана Фидес и, соответственно, она действовала всегда в контексте политики Орбана, поэтому на самом деле ожидать каких-либо изменений венгерской политике, исходя из отставки президента, на самом деле не стоит. То есть новый президент абсолютно сто процентов тоже будет являться выдвиженцем Орбана. Ее связями с Орбаном, по сути, и продиктована отставка, так как скандал можно было урегулировать иными способами. К примеру, признать свою ошибку и отменить решение о помиловании. Но Каталин решила идти радикальным методом и сразу отказаться от президентского кресла. Или не сама отказалась. В то же время не стоит забывать и о том, что Венгрия в лице Орбана хоть и вставляет палки в колеса в вопросах поддержки Украины от Европейского Союза. Но ЕС имеет свои рычаги влияния на эту ситуацию. Европейский Союз, в принципе, в конечном счете заставил Венгрию принять необходимое решение, просто потому, что Венгрия является страной дотационной по отношению к Европейскому Союзу. То есть какое-то время действительно Орбан может, используя механизмы шантажа, добиваться чего-то от других стран, которые просто не готовы идти к конфронтации. Но это работает только до определенной точки. Глобально отставка новых ничего не поменяет. Тут скорее нужно вспомнить фразу «меняются лица», но суть остается той же.